Ребят, я вам подставила Пигги, я не виноват! Балди, что случилось? Я хочу потроллить игроков! Балди, какой доги ты? Вот, мне уже батарейку несут! Стой, Балди, это же читер! Ой, я вляпался! Он пишет, что Балди холодильник совсем страх потерял! Черт! Я? А что это я офигел? Ты сам подошел! Может, расскажешь Лере и Малине, как в тюрьме сидел? Балди, что? Девочки, это грустная история! Меня Пигги подставила в школе! А вот победители прошлой серии! Если ты тоже хочешь выиграть робоксы, подпишись на наши каналы Валеришка Сим, Валеришка Плей, Валеришка Геймс и пиши свой ник Роблокса! Люблю тебя! Привет, солнышки! Ну что, давай потроллим Пигги еще? Давай! Я купил скин-доги! И сейчас мы будем троллить наших игроков и свинюшек! Ну что, давайте узнаем, сможет ли Балди разыграть игроков? Как это узнаем? И прикинуться с доги! Сможет! Смотрите, у меня только глаза меня выдают! Так, надо второго доги срочно найти и куда-нибудь его запхать! Давайте, да! Надо повернуть доги, чтобы участники не смогли по глазам понять, где настоящий доги! Девочка! В полицейскую машину засунуть и пусть он домой едет! Все, доги, ты больше не можешь! Слушайте, а вам не показалось, что девочка как-то странно исчезла? Так! Может это... Ой, все, Балди! Они, по-моему, тебя рассекретили! Как так-то? Е-мое! Давай попробуем повернуть доги! Я его вставлю глазами в стену! Слушайте, Ляне, вообще не видно, где глаза! Конечно! И теперь сам сейчас тоже тут встану! Девочка, хватит смотреть! Ну, девочка по... Мусорник! Как она занырнула в мусорник? Что так случилось? Я не знаю, что в мусорник зайти можно было! Все, ребята, несите мне батарейки! Балди, попробуй! Давайте узнаем, удастся ли игрокам это не понять, где настоящий доги! Я самый беспалевный! О, смотрите! Первый прибежал! Батарейку! Балди! Это же был путь! Это был читер! Ну и что ж учитер! Что теперь мне делать? Попался ковню! Балди, да блин! Он... Ой, все, он пишет! Что, Балди, ты совсем офигел? Меня убил? А что-то я офигел! Ты сам ко мне подошел! Сам виноват, все, иди гуляй! Ой, Балди, что-то мне не очень уже кажется, будет хорошо это все! Девочка еще какая-то странная! То в мусорник куда-то заходит! Давай ее уже догоняй! Я вот не боюсь! Девочка, а ну иди сюда быстро! Я самый настоящий доги! А, нет, глянь, она вообще хитрит! Быстрее обгоняй ее! Хитрит, глянь! Сейчас догоню! Коп! Чего? Нам показ... Что это было? Нет, а это показалось, короче! У меня глюки в глазах, у меня же глаза желтые! И у меня глюки! Она во-первых... А, Балди! Вы что, как она это сделала? Ну что сегодня за день такой? А, боже мой, вы вообще видели, что происходит? Она на крышу залезла за секунду! Ты чикар пришел в игру, то девочка забагалась, вообще труба не дает! Балди, ты дурацкая пигги, свинья! Ты сам свинья, а я умный догин! Слушайте, он обзывается, но Балди же не виноват, что он батарейку ему поднес! А девочка на козырьке стоит в воде, Балди! Капец! Слушайте, Леонти, может быть она тоже читер? Не везуха! Ну, она точно читер, потому что она взлетела на карте, вы видели? Я как не умею! И залезла на крышу! А это не отгострельную, как ты думаешь? Кстати, это вообще-то наша подписчица, друзья! И она пишет, что если ролик наберет 20 тысяч лайков, она расскажет, что и как это делается! Не думала, если ролик наберет 50 тысяч лайков, она все сделает! Слушай, Балди, он пишет, что Балди холодильник совсем страх потерял? Твоя холодильник? Ну мы же разыгрываем! Ну все, ты меня взбесил! Да ну что ты меня пухаешь, я тебя не боюсь! Иди сюда просто! Слушай, Балди, что-то мне не нравится, он мне кажется вообще уже очень злой! А у меня фиолетово, я не боюсь никого, я Доги полицейский, сейчас только девочка! Не, ну девочка, это вообще... Девочка вообще жесть! Как она там сидит и застряла? Она залетела туда на своих крылышках сзади! Мне на самом деле очень хочется узнать, как она туда залезла! Там есть невиделые ступеньки, наверное, Доги, брата! Доги, все, я с тобой поступаю! О, ну что, кто угадает, где настоящие Доги? А ну угадайте! Ой, она опять пишет, может расскажешь Лере и Малине, как в тюрьме сидел? Балди? Что? Тебе есть, что нам сказать? Да нет, ну это... Смысл? Да я не хочу об этом рассказывать! В тюрьме? Да, короче, давайте лучше девочку ловить! Это нет, короче, нет, это... Балди, зачем ты съезжаешь? Он что, правда написал? Ты что, в тюрьме сидел? Я не хочу рассказывать эту историю! Балди, мне вообще-то не... Мне очень странно! Ты же учитель, как ты мог в тюрьме сидеть? Балди, что случилось? Это было очень давно, давайте в пиги ехать! Балди! Ну как это играть в пиги? Что случилось? Ой, смотрите, я у него заинтересовала! Как играть в пиги, когда у тебя вдруг... Ты виляешь, Балди, нам ничего не рассказываешь! Я не хочу об этом говорить! Что происходит? Ты что-то скрываешь от нас, Балди? Нам это не нравится! Вы же знаете, что я учитель математики! Я ее очень люблю! И хочу, чтобы все мои ученики ее отлично знали! А в каком классе ты преподавал математику? В десятом! Они все сидели за столами, они меня очень внимательно слушали! Но тут случилось непоправимое! Пришел к нашему директору, богатый бизнесмен, и привел свою дочку Марфу! И сказал, что она будет учиться в твоем классе, Балди! Но она, я думаю, была женой девочкой! Она была очень заносчивая, очень гордая девочка! Она не хотела учить математику! Она только хотела, чтобы я ей ставил пятерки! Я говорю, в твоем классе так нельзя! Тут все учат математику, и все ее будут знать! Если ты ее не будешь знать, значит, ты будешь получать плохие оценки! Она? Она мне сказала, мне фиолетово на вас, товарищ учитель! Я сама себе выберу место, и вы мне будете ставить только пятерки! У меня челюсть отпала ниже пола! Ничего себе, наглость какая! Просто так пятерки получать? Да, я ей говорю, с чего это ты, Марфа, так решила? Она говорит, да у меня родители, потому что богатые! Я сейчас себе выберу место, где я буду сидеть, и никто мне слова не скажет! Ничего себе! Она даже контрольные не хотела писать! Вообще не хотела! У меня челюсть отпала еще на первый этаж аж! И вдруг она получает двойку! Ну, потому что она математику не знала, не хотела! Вообще не знала, да? Не хотела ее учить абсолютно, и мне пришлось ей поставить! Она говорит, товарищ учитель, вы что, вообще что ли? Вы знаете, кто у меня родители? А вы мне тут двойку поставили! Вы представляете, что с вами будет? Она что, еще и запугивала? Я говорю, честный преподаватель! У меня вообще аж челюсть упала! И говорю, что я буду ставить тельцинги, которые ты заслуживаешь! Ну, это же правильно! Если ты не знаешь математику, за что ей ставить пятерку? Она говорит, тогда тебя уволят со школы! Представляете, что она мне говорит? И меня тогда вызывают к директору! Ну, капец! И говорят, Балди, ты что вообще делаешь? Ты должен этой Марфе ставить только пятерки! Ты вообще знаешь, кто у нее родитель? Я говорю, мне по барабану, кто у нее родитель! Если она не знает математику, будет у меня получать двойки! Ну, ты же правильно сделаешь! И я такой грустный! Возвращаюсь к себе в класс! И что я вижу? Это Марфа вместо меня стоит! И преподает математику! Она вообще ничего не знает в математике! У меня челюсть вообще упала до коленок! И в трусы провалилась! Я такого вообще не ожидал! Она сказала, теперь я буду преподавать! А ты попадешь! Балди, она не права! Вообще, Балди, мне кажется, она совершенно обнаглевшая девчонка! Так нельзя себя вести с учителем! Да она еще математику не знает! Вообще двоечница, представляете? Ладно, ну что, твоя девочка уже убежала, эта читерка? Не, вон она, она стала! Смотрите, лазит по крыше! Как они это делают? А может, ее докинут чем-нибудь? Смотри, давай ее уговорим! Пусть она спустится и попробует с тобой угадать, какой он доги настоящий! Я сейчас залезу на помосте, когда... На глазах! Балди, ну что было дальше? И однажды на перемене я встретил ее в коридоре! И что случилось? Она мне сказала, что так ты со мной поступаешь, не хочешь ставить мне пятерки! И ты не будешь больше работать в этой школе! Что? Это я тебе гарантирую! Я говорю, я в этой школе работаю с самого своего детства! Я тут уже столько лет работаю, преподаю! И лучше тебя знаю математику! А ну, садись, говорю! Марфа, будем сейчас писать контрольную! Решаю! И тогда у меня помутнело в глазах! Я лежу на полу, ничего не соображаю! Что случилось? Болеть пальцы поломаны! И, короче, она подговорила учеников, чтобы это все выглядело, как будто бы я на нее напал! Я ее наругал! Я ее наругал! И два ученика это подтвердили! Да ладно? И сказали, что это я на нее напал! На самом деле она мне вообще... Ничего себе, это она тебя стукнула? Она меня первая ударила! А они согласились это на то, чтобы мы не писали контроль, но они пошли на это, на этот обман! Кошмар! Из-за того, чтобы просто получить хорошие оценки, они так соврали? Да! И они потом... Подбудеть! Приехала полиция, вызвали полицию, полиция сказала, что... А они что, сказали полиции, что ты первый? Да! И весь класс согласился с этими учениками! И меня тогда забрали! Я сказал, пожалуйста, ребята, вы же видели, как все было на самом деле! Вы же знаете, что это неправда! И тогда класс все-таки решил встать на мою сторону, но рядом стояла она! Это Марфа с Дубиной! И они не сказали, правда? И они не сказали! Они побоялись, что она их тоже всех отпускает! Капец какой-то! За что она так это сделала? Некрасиво! Ужасно! И меня все-таки забрала полиция! Я провел целый день в тюрьме! Ну, знаете, что произошло? Что? Ну, пообрадуй нас вот немножко! Один мальчик снял это все на камеру, на телефон, и меня освободили, потому что они увидели, как все произошло на самом деле! Слушайте, я даже обрадовалась, что у мальчика был телефон в классе на самом деле, и он смог подпольно это снять! А иначе как бы ты, Балде, доказал, что ты не трогал эту какую-то ужасную, богатую девочку! Такая вот, ребята, была у меня история, почему я попал в тюрьму, будучи не виноватым! Ну, я очень надеюсь, что больше такого не повторится! Никогда! И никакие деньги никогда не решат, когда ты не знаешь ничего! Солнышки, кому тоже стало жалко Балде, ставь лайк и нажимай красную кнопочку, если она у тебя до сих пор красная, делай ее серенькой! Подписывайся на наш канал, мы вас всех очень любим! На самый лучший! Всем пока-пока!